Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, в этом видео речь пойдет о компоновках, об ансамбле самыми обычными, так называемыми, трениками. Это спортивные штаны. Внимание! Спортивные штаны могут быть на резинке, как у меня, но могут быть и широкими. Классическая версия а-ля 90-е. Если вы найдете какого-нибудь неонового цвета, они тоже подойдут. Я думаю, многие помнят, как мы когда-то носили. И показываю вам образ, который явился для меня, скажем так, прообразом всего, что я сейчас вам покажу. Однажды я на девушке увидела вот такое классическое пальто. Подойдет любое пальто халатного типа, либо прямого кроя, длинное пальто. И на ней были спортивные штаны. Я обратила внимание, что это смотрелось хорошо. И обратила внимание, конечно же, как мама троих детей на то, что подобные луки супер-мега-функциональны. Ну что ж, вот моя подборочка одежды, которая будет участвовать сегодня непосредственно в видео. Обращаю внимание на детали. Если есть нагрудный карман, обязательно давайте положим туда платок. Если есть возможность надеть шейный платок, также будем его использовать. Как вы видите, набор одежды для сегодняшнего видео достаточно ограниченный. Потому что я люблю составлять так называемые компоновки образы, когда используется одна вещь с многими. Но тем не менее, это многое количество все-таки тоже ограничено. Свитер, который я вам показывала, это мужской свитер. Я купила его в этот раз на рынке, хотя это и стопроцентный кашемир. Ну что ж, начинаем. На мне самая обычная водолазка. Она обтягивающая просто для того, чтобы вы видели силуэт брюк прежде всего. На мне мужские брюки размер S, а фирма Fila. И это могут быть любые спортивные брюки. Возможно, для всех компоновок, которые я вам покажу, лучше использовать все-таки женский вариант. Вы увидите, что эти брюки меня достаточно сильно полнят. Первое, что мы делаем, мы переобуваемся. Нам не подойдет для этих компоновок и ансамблей спортивная обувь. И нам также вообще не подойдут любые другие спортивные вещи. Спортивная обувь, а также свитшоты, худи и все подобное нам подойдет, если мы собираемся заниматься спортом, выходим, например, на пробежку. Первый образ, который я вам показала, он самый, на мой взгляд, неудачный. Но в итоге я, так же, как и вы, если вы начнете мерить ваши вещи, использовать концепцию Shop Your Closet, в итоге вы придете вот к таким образом, который более интересный, более насыщенный. Так, первый образ вот такой, он неудачный, он мне не идет. Дальше я меряю, заменяю обувь прежде всего, потому что, мне кажется, она все-таки выбивается. И меряю самый обычный кожаный бомбер, слегка овер, потому что это мужской бомбер, который я купила себе, который я ношу сама. Посмотрите, как по-разному смотрится одна и та же компоновка, если я опускаю рукава и если я все-таки приподнимаю, создаю многослойность и обнажаю худые запястья. У всех у нас худые запястья, это очень-очень красиво. То, что можно закатать, закатайте. То, что можно заправить, заправьте. Драпировки и еще раз драпировки. Они украшают нас. Ну что ж, я мерю пиджак, который изначально мне казался не очень удачным вариантом, когда я мерила с водолазкой. И здесь, мне кажется, все более или менее хорошо. И могу сказать, что руки в карманах это то, чего, наверное, требуют вот подобные ансамбли, подобные компоновки. Потому что мы помним, что у нас все-таки очень-очень расслабленные образы должны получаться. Мне написала одна зрительница, что ей очень сложно носить одежду, наброшенную на плечи. И упомянула, что у нее есть двое детей. И это очень неудобно, когда маленькие дети носить одежду наброшенной, она постоянно соскальзывает. И я вспомнила, что я научилась носить одежду наброшенной на плечи. Как раз-таки потому, что когда я пристегивала детей и ныряла внутрь своей машины, пристегивала обоих детей, это было очень неудобно. Одежда узковата. Мне всегда позволяла дотянуться туда, куда нужно. И действительно, когда мы набрасываем на плечи одежду, это может быть гораздо удобнее. Ну что ж, добавим сюда аксессуаров. Не забываем про нагрудный карман и платоки. На мой взгляд, сюда бы больше подошла яркая сумка. Например, красная. У меня такой нет. Поэтому я примеряю фиолетовую с более отчетливым ремешком. На мой взгляд, так все выглядит даже лучше. Вообще, эти образы, эти компоновки с трениками хороши тем, что на самом деле любая сумка нам подойдет. Более гламурная, либо менее пафосный вариант. Он тоже будет хорошо смотреться. Думаю, что даже с таким вариантом, ну не знаю где, на рынке, в супермаркете, любая из нас будет, ну на самом деле, звездой стрит-стайла. Итак, что у нас дальше? Дальше у нас шарф. Я очень люблю аксессуары. Призываю вас ими пользоваться. Для меня лично существует правило яркого аксессуара, которое означает, что если в компоновке не более трех цветов мы используем, и не более пяти предметов одежды, на самом деле, чем меньше цветов, чем меньше предметов одежды, тем лучше, то мы можем использовать самый-самый любой аксессуар в плане цвета, в плане фактуры. Поэтому яркий шарф, который не сочетается с сумкой, не сочетается с обувью, обувью, который не сочетается с чем бы то ни было, это то, что сейчас можно носить и то, что можно сочетать все вместе. Ну что ж, покажу вам снова белую футболку и напомню, что вот таким образом наброшенный свитер – это тоже способ носить свитер. Безусловно, должна быть соответствующая температура, но это прежде всего способ таким образом свитер носить. Очень многие модницы набрашиваются не потому, что им вдруг стало жарко, они умышленно из дома выходят вот с таким наброшенным свитером, либо перевязанным наискосок. Могу сказать, что это достаточно удобно. Будьте внимательны, не совершайте ошибки, как я. Не забывайте вывернуть на лицевую сторону ваш свитер. Теперь я надену этот свитер и посмотрите, что у меня получается. В принципе, спортивные брюки плюс классическая обувь, в данном случае лоферы, либо макосины это могут быть, плюс свитер – это уже сама по себе хорошая, нестандартная компоновка, хотя очень многим, я думаю, все видео будет непривычным. И предложение носить спортивные штаны вот таким образом, с шелковым платком в том числе, это тоже то, что, ну, наверное, возможно, не все к этому готовы. Но вот этот лук я уже считаю очень-очень стритстайлерским. Я бы однозначно обратила внимание на женщину, на девушку, которая таким образом была одета. Могу сказать, что такой лук подойдет для любого возраста, для 18 лет, конечно же, да. Брючки бы взяла чуть-чуть поуже, но, повторюсь, у меня мужская модель для 50-60 лет тоже. Набрасываю тот же самый пиджак на плечи, свитер у меня очень плотный, поэтому я не покажу, как все это может смотреться, если я продену рукава. Но, на мой взгляд, вот этот образ – это один из самых лучших и самых удачных. И, повторюсь, суть примера как раз-таки в том, да, сюда бы я взяла очень-очень женственную сумку с фурнитурой, яркую, красивую. И могу сказать, что, да, суть shop your clothes – это либо пойди и купи в своем гардеробе то, что тебе нужно прикупить, чтобы обновить свой гардероб к весне, к осени, к лету, как угодно, заключается как раз-таки в примерках. Не в том, что мы стоим и выбираем, и смотрим на то, что у нас уже есть. Нет, в том, что мы берем на себя труд мерить то, что у нас имеется. Ну что ж, рубашка, которая многим знакома, повязываю платок таким образом. Я таким образом платок не ношу никогда, но на других мне нравится. Я очень люблю платок на запястье. И вот, пожалуйста, еще один способ носить платок на запястье – это не завязывать его на самом запястье, а крепить внимание к часам, к ремешку часов, либо к браслету, как в данном случае. Могу сказать, что, да, здесь я стала по-инстаграмски, как я люблю говорить, когда любой лук будет красивый. Могу сказать, что сами по себе спортивные штаны плюс рубашка – это уже очень красиво, обязательно примерьте, и это очень удобно. Сверху надеваю свитерс, рубашку можно заправить, рубашку можно выпустить, как в данном случае. Смотрите, опять же, на игру длины, на то, какой свитер, насколько плотна у него резинка. Нужно все-все-все мерить, все достаточно индивидуально. Но так мне нравится. Кто заметил, я переобулась. Это пример замкнутого образа. Цвет обуви совпадает с цветом свитера. Я люблю замыкать образ, и замкнутый образ – это когда обувь совпадает с верхней одеждой, либо с верхним слоем одежды, если речь идет, например, о свитере, как в данном случае. Меряю рубашку с бомбером, и посмотрите, как меняются пропорции в лучшую сторону, когда рубашку я укорачиваю просто тем, что я ее завязываю. Еще один способ носить брюки, который я уже вам показала – это свитер. Свитер желательно заправить, желательно приподнять рукава. Опять же, вы можете в моменте оценить, как было и как стало. На мой взгляд, это гораздо более удачный образ. И он самостоятельен уже сам по себе, потому что, повторюсь, лоферы плюс спортивные брюки, точнее, спортивные штаны, наверное, так будет более корректно сказать. И именно свитер, именно кардиган, возможно, это то, что уже само по себе необычно, поэтому очень удачная и модная, и современная компоновка. Но я добавляю шелковый платок, конечно же, я добавляю браслет, я добавляю цепочку. И этот образ тоже мне очень нравится. Я в таких компоновках совершенно точно буду ездить, снимать стрит-стайл, мне комфортно, я чувствую себя модно, я вижу, что меня люди таковой воспринимают, но при этом мне максимально удобно. Беру яркую сумку, но здесь, возможно, подошла бы и любая сумка, но обращайте внимание, что в таких компоновках должны быть очень женственные аксессуары, потому что мы играем, что называется, прямо-таки на грани, на самой-самой грани. Ошибиться достаточно легко, но немного фэшн-смелости, уверенности в себе. И вы даже видите, как у меня в процессе примерки, на мой взгляд, улучшаются образы, становятся более смелыми и, как следствие, более стильными. А сейчас я показываю вам спортивные штаны, плюс свитер, плюс шляпа. Именно такой я увидела девушку-стритстайлера по прошлой весне в Венеции. Я ее показывала, обращала внимание на ее образ, и тогда, могу сказать, мои стритстайлы не особо пользовались популярностью, но она мне очень запомнилась. На ней были спортивные брюки льняные, внизу на резинке на ней была шляпа и на ней был вот такой пулловер. И посмотрите, этот ансамбль построен на контрастности и на том простом факте, что черно-белые компоновки, черно-белые ансамбли – это всегда очень и очень красиво. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Желаю всем вашим смелости, но самое главное – желаю всем скорее иметь возможность выйти на улицу, насладиться весной, насладиться теплой погодой. А кто досмотрел до этого момента, показываю также с пальто. И обращаю ваше внимание, что все компоновки с верхней одежды именно в этом видео были сделаны с верхней одеждой достаточно коротко. Имейте в виду, что в случае со спортивными штанами, неважно, на резинке они внизу или нет, чем короче наша верхняя одежда, тем более удачны компоновки. Не знаю, за счет чего это происходит. С удлиненным пальто, с удлиненным тренчем мне тоже нравится, но обратила внимание, что все-таки мне больше по душе. Чем короче верхняя одежда, тем удачнее, на мой взгляд. Что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Подходите к вашим гардеробам и мерите, мерите, мерите. Продолжение следует...